From Software. Компания, прославленная созданием сложных видеоигр. Для многих сложность таких игр From Software, как Dark Souls или Bloodborne, стала находкой в мире казуальных игр. Маяком, возвращающим к тем временам, когда игры не были слишком дружелюбны, и покорение игры ценилось больше, чем простое управление и обучение. Когда у вас не было такого выбора? Сегодня GameRanks задаётся вопросом, почему в играх From Software нет настроек сложности. Давайте немного поговорим об играх Bloodborne и Souls. Серия Dark Souls и Bloodborne — это сложные игры. Они не невозможны, и как только вы узнаете, о чём они, то они окажутся на самом деле довольно справедливыми. Но мы привыкли, что одна из основных идей геймдизайна — придумать какую-то задачу, которую игроки преодолевают, но не невозможную, а требующую больших размышлений или усилий, или просто кучей проб и ошибок со стороны игроков. Всё это стало своего рода брендом для From Software. Многие игроки активно играют в Demon's Souls, Dark Souls, любые последующие сиквелы или Bloodborne, или, чёрт возьми, в любые игры из этого жанра, разработанные не From Software, но явно черпающие от них вдохновение. Например, как Nioh, который на самом деле является блестящей и сложной игрой. Ну, может быть, и не такой сложной. По крайней мере, не такой сложной, как оригинальный Dark Souls или некоторые другие игры. Тем не менее, это, безусловно, было вдохновлено From Software, и во многом это похоже на переосмысление того, что было разработано быть несправедливым. Но суть в том, что чем больше вы делаете попыток, тем больше понимаете, что они пытаются сделать, и что игра не несправедлива, а просто выдвигает очень сложные критерии, которым вы должны научиться соответствовать. Если ранее вы никогда не играли в Dark Souls, возможно, вы будете страдать в ней. Дело в том, что этот уровень сложности в играх предельно насыщенный. У вас может быть множество совершенно новых окружений, включая скрытые короткие пути, огромное количество врагов и массивных боссов. Но если ничего из этого не захочется делать, то это будет ещё одна игра в жанре экшен. Есть много веских причин, по которым вам приятно играть в эту игру. Ведь вы становитесь лучше ради этих, казалось бы, невозможных вызовов, которые просто требуют от вас умственных усилий и немного большего терпения, чем типичный хак-н-слэш. И если говорить ещё подробнее, то все дополнительные временные трудности и элементы стратегии, которые смешиваются с базой РПГ, действительно заставляют вас рассматривать и использовать элементы РПГ. Трата времени на прокачку уровня своего персонажа делает его действительно сильнее. Крафтинг предметов и выполнение различных межклассовых активностей — всем этим Dark Souls предоставляет вам возможность на самом деле почувствовать себя достойным. Они знают, что этим они вносят вклад в механику основной игры, в которой, чтобы иметь чуть более сильный удар, важны не только характеристики персонажа, но и время нанесения удара. Так, при соблюдении этих условий, вам может понадобиться нанести меньше ударов, чем требовалось. Таким образом, понимание игры и прогресс в ней сочетаются в вас, когда вы становитесь лучше. Каждая Souls-игра также добавляет в систему неожиданные нововведения, которые как-то изменяют игру и добавляют в неё слой сложности там, где вы, возможно, не ожидали этого. Очевидно, что это вызвало много дискуссий о том, какая Souls-игра лучше. И многое из такого баланса — это причина и следствие, требование особого внимания, способности к обучению и терпению, что делает выбор простых, средних и сложных режимов невозможным. Много работы было проведено на Dark Souls, чтобы превратить его в точную машину, которая работает с вами одинаково на протяжении всего игрового опыта. Они действительно смогли создать работоспособную игру, в которой вы не должны выбирать уровень сложности. На самом деле, это довольно впечатляюще. Во многих играх уровень сложности очень важен. Нет веской причины, по которой игра не должна быть доступна всем людям. Если кто-то хочет сыграть в игру, то никто не может выставлять ему такие условия, которые делают для него невозможным прохождение игры до конца. Потому что в большинстве случаев смысл игры не всегда заключается в прохождении до победы. Игры большую часть времени существуют для того, чтобы подарить вам повествование, чтобы показать вам мир или дать вам игровой опыт. На самом деле, есть много игр, которые я считаю чрезвычайно хорошо разработанными, но которые не делают ничего, кроме рассказа истории. Но от других игр их отличает лишь сама история. Но игры From Software — это не тот тип игр. Смысл игр From Software — это уровень сложности. И, конечно же, это делает игры немного нишевыми, а тот успех, которого смогли добиться From Software, впечатляет. Ведь они не сделали игру, предназначенную для всех, со сложностью, которую можно описать как всё или ничего. В интервью с GameSpot создатель серии Хидетака Миядзаки сказал следующее. Мы не хотим добавлять выбор сложности, потому что мы хотим дать каждому общее поле коммуникации и одинаковый уровень удовольствия. Мы хотим, чтобы каждый встретился с вызовом и преодолел его таким путём, который подходит ему как игроку. Мы хотим, чтобы каждый игрок почувствовал вкус достижения. Мы хотим, чтобы все были в восторге и присоединились к дискуссии на одном уровне. Мы чувствуем, что если введём разную сложность, то это разделит сообщество игроков. У людей будет разный опыт, основанный на разной сложности. Это мы прежде всего учитываем при разработке игр. Так было с предыдущими играми, и тоже будет с Секирой Шэдоу Дай Твайс. Сейчас я не хочу сказать, что общий опыт от игры может быть одинаковым, но в том, что Миядзаки говорит, есть смысл. Дискуссия вокруг уровней сложности породила большое сообщество по всему интернету, в частности, на Reddit. И оно посвящено не просто лору, истории или персонажам, на деле оно вообще не об этих вещах. Фанаты серии Souls и Bloodborne больше фанаты механики, чем чего-либо другого, включённого в Dark Souls. Но стоит сказать, механика этих игр не идеальна. На самом деле, From Software, вероятно, будет существовать до тех пор, пока не прекратят работать над совершенствованием формулы. Помните, что игры делаются людьми, многими людьми, и интересно видеть выборы, которые они делают, когда они вновь приступают к разработке новой игры. И снова, Sekiro Shadow Die Twice следует той же идее игрового дизайна без выбора уровня сложности. Это просто игра, которая разработана для того, чтобы быть определённым образом сбалансированной и требующей механической точности, по крайней мере, в некоторой степени. Точно так же, как цепляющийся крюк, который они добавили в игру. Это всё часть того, что ловит людей в ловушку и привязывает их к серии. Конечно, мир, лор, персонажи, боссы, общий вид игры — это всё вещи, которые вызывают в людях интерес. Но намного больше споров случилось вокруг того, как. Всё это объединяет дискуссию вокруг одной и той же идеи, что эти игры сложны, но слишком ли они сложны? Или они недостаточно сложные? Справедливы ли они, или несправедливы? Если бы здесь был выбор между лёгким, средним и тяжёлым, то было бы место всем этим дискуссиям. Ведь если бы он был, то мы бы думали об игре с этих точек зрения. Кто-то мог бы рассматривать лёгкий уровень как справедливый и считать все остальные за ужасно сложные, которые могут пройти только единицы. Это похоже, так сказать, на соревнования на детской площадке. Но это не просто соревновательный дух, это энтузиазм, который вы часто не видите для этой механики и этих игр. Особенно в механике игровых жанров, которые существуют уже очень долго. Игры Souls и Bloodborne, разработанные From Software и даже вдохновлённые ими, но разработанные другими людьми, существуют как разновидность экшен-РПГ. Но они всё ещё являются экшен-РПГ. Я думаю, будет справедливо сказать, что Мейдзаки довольно популярен в обсуждении этих игр. Они создали среду, в которой люди испытывают схожий опыт и испытывают схожие эмоции, что на самом деле является хорошей основой для сообщества. Сейчас Секира выглядит так, будто собирается отличаться от других игр Souls и Bloodborne в лучшую сторону. Она выглядит несколько быстрее. Но через неё будет проходить та же самая идея об отсутствии уровня сложности. Так что нет никакой реальной причины полагать, что From Software когда-либо действительно будут вводить уровни сложности. И хотя, безусловно, есть спор о том, является ли это хорошим решением или нет, я не думаю, что это такой серьёзный аргумент против их рассуждения. Это единый опыт, и подобных игр не так уж и много. Интересно, что они достигли такого успеха, несмотря на принципиально скромный современный дизайн игры. Они менее ориентированы на то, чтобы дать игрокам то, чего они хотят, и больше ориентированы на то, чтобы игрок играл определённым образом, что на самом деле довольно амбициозно. Я просто вижу, что From Software делает то, к чему они стремятся, и то, чего они достигают, и мне трудно не уважать это. А что вы думаете об уровнях сложности в играх From Software? Напишите ваши мысли и комментарии. И если вам понравилось это видео, то кликайте «Мне понравилось». А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. И как всегда, спасибо за просмотр, и увидимся в следующий раз.